Побойники, вы профессионалы, слушайте мои комментарии. Будьте счастливы, посмотрите руки. Мимо цели первым удар выбрасывает именно Янушев. На его счету всего два профессиональных поединка. Тренируется он в клубе «Ратиборец» под руководством Венера Галиева. Ну а Томаш Дек, несмотря на свои 25 лет, опытнейший боец, имеющий за плечами более двух десятков поединков. Не раз он выступал и в России. Одерживал победы над очень серьезными оппонентами. И сейчас Томаш Дек пытается прессинговать. Но Александр Янушев постоянно меняет дистанцию, пытается ввести соперников в заблуждение. Пока что каких-то многоударных комбинаций мы не видим. Да, с точки зрения опыта, безусловно, у Дека есть преимущества. Ну а за плечами у Александра есть, безусловно, Венер Галиев. Как вы отметили, именно он и выводил своего бойца на эту встречу и секундирует сегодня. Лучше двигается Александр Янушев в первом раунде. Очень много движения и не так много ударов, пока мы видим. Сосредоточены бойцы на оборонительных действиях. Но вот Томаш Дек идет вперед, спокойно, академично работает. Пытается поймать Александра Янушева. Обрезать ему углы, не дать смещаться из стороны в сторону. Отличная скорость у поединка и не мудрено. Это легчайшая в самом категории. Попытка трейкдауна навстречу. Под одну ногу Янушев забрал. И оказывается все-таки на пятой точке Томаш Дек. Сразу же мгновенно вскочил на ноги словацкий спортсмен. Но позиция атакующая остается у Александра. Наносит он короткие безамплитудные удары. С левой вынужден поменять позицию Дек. Рискует и переходит к атакующим действиям. Забирает спину. Неприятная ситуация. И сейчас Янушев будет думать, как выбираться из этой оппозиции. Немного не хватило амплитуды сейчас Деку. Клинч у сетки необходимо разворачивать оппонента. Что Александр и делает. Добавляет колено и продолжает контролировать. И набирать весты по этому компоненту. Практически без ударов работают соперники у сетки. Пытается развернуться сейчас. Выйти из этой не очень удобной для себя позиции Томаш Дек. Продолжает прессинговать, прижимать его к сетке Александр Янушев. Очень плотный клинч. И уже было желание, показалось, у Александра подключить колени. Но не стал он этого делать. Радор в дистанции. Бой продолжается. И 2 минуты 17 секунд до конца первого раунда. Еще одна вертушка. Попадание уже по смещающемуся сопернику. Поэтому серьезного ущерба не нанес Александр своему визави. Попытка прохода в ноги заблокировала ее сразу же Томаш Дек. И вновь на дальней дистанции спортсмены. Очень хорошая скорость. Много работы. Очередной проход. Но есть статка на борьбу у Янушева в этой встрече. Но пока что все попытки... Облив, неплохо. Тейкдаунов блокирует Томаш Дек. Ну посмотрим, чем закончится этот эпизод. Да, предпосылки к броску Янушев пытается создавать. Но очень аккуратно обороняется Словак. Тем временем уже постепенно приближается последняя минута дебютного раунда. Александр продолжает много двигаться и много выбрасывать ударов ногами. Меняет стойки. И сейчас чуть было не пропустил целую серию атак. Но большинство ударов пришлось по воздуху от Словака. Подняв забрал, бросился в атаку Томаш Дек. Много выбросил. Практически ничего не попало. И вновь клинч. И сейчас формально судьи могут записать перевод Томашу. На долю секунды буквально внизу оказался Янушев. Близкий раунд мы с вами наблюдаем. Колено подключает Александр. Да, такой раунд кость в кость. Буквально никто не хочет уступать. Здесь минимальное какое-то преимущество. Один эпизод может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Концовка очень важна по такому поединку. Прекрасно это понимает Томаш Дек и Александр Янушев. Ну и ставка очень высока. Выход в финал гран-при. А значит возможность подраться за пояс чемпионов файт-найз. Сгромоздился сейчас Томаш Дек на Александра Янушева. Понимает он прекрасно, что вряд ли за те 10 секунд, которые остаются до окончания первого раунда, успеет он сделать что-то серьезное. И по этой же причине не торопится Александр Янушев. Томаш Дек выбрасывает серию ударов в Дек. Один удар был точным. И на этом первый раунд заканчивается. Хороший раунд. Ждем второй. Ну что же, более прямолинеен, более откровенен и, пожалуй, более агрессивен. Томаш Дек прекрасно двигается. Александр Янушев в защите. Оба действуют практически безупречно. Попытки тейкдауна под Янушева пока что не привели к успеху. Мы видим, что Венер Галиев активно работает со своим подопечным, что-то подсказывает, объясняет. В общем, хороший раунд для Янушева. В игровой манере он бы его провел. Не просто Венер Галиев подсказывает, он так смотрит на Александра, будто бы залезает в его голову и буквально программирует его на правильное, с его точки зрения, ведение второго раунда. Раунд 2. Все готово к началу второго раунда. Идет вперед Дек. По корпусу пытался пробить Александр Янушев, но Дек уже готов. Он пытается все время россиянина поймать на этих эпизодах во время сближения. Отчаянная попытка сейчас была Дека бросить, но вновь неудачно. По бою до острова в борьбе сейчас действуют спортсмены, и для Александра стало легкой неожиданностью, то, что именно с первых секунд бороться начал. Словацкий спортсмен. Но Дек понял по итогам первого раунда, что вот так просто преодолеть сопротивление российского бойца не получится. Да, угрозы он купирует в борьбе. Вот сейчас несколько таких очень неприятных ударов назад нанес Александр Янушев. Томаш Дек начинает активно, пытается сразу же с первых секунд второго раунда захватить инициативу. Неплохое вращение, но в итоге не удалось все-таки Янушеву сбросить соперника. Здорово! Кубырок и тем не менее отдает спину. Ноги заправлены и попытки перехода на удушающий прием, при том, что очень много времени еще. Необходимо активно, очень работайте, подбородок держать ниже. Левую руку соперника Александр Янушев заблокировал. Томаш Дек никуда не торопится. Начинает наносить удары. И продетая предплечье под подбородком российского бойца. Сдается тут же Томаш Дек, очередная досрочная победа. Всего их 13, соответственно, 14-е сегодня заработано. 7 побед было приемом, и теперь стало 8. Вот такой словацкий спортсмен, но очень уж высоко, и голову держал Александр Янушев. Упустил момент, а Томаш Дек, боец, который таких вечно не прощает. Мы поздравляем Словакию, поздравляем Томаша Дека с выходом в финал. А Гран-при. Дамы и господа, время остановки боя минуты 24 секунды второго раунда. Лейдзи чэнвэн, мы have a time, 1 минута и 24 секунды в раунду. Вот тот самый роковой удушающий прием. Удушающий прием. Победу, одержав. And your winner by submission victory, real nature, Томаш Дек! И Томаш Дек становится победителем сегодняшней встречи и выходит в финал Гран-при Файт Найтс. Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...